В эфире служба новостей Саров-24, студия Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Студенты САРФ-АТИ стали призерами Всероссийской Олимпиады по физике. Наши деды ковали победу. В Саровском политехническом техникуме прошла конференция, посвященная Великой Отечественной войне. Копель на конкурсе в Санкт-Петербурге. Воспитатели Дыши вернулись с победой из города на Неве. Далее расскажем по всем подробно. В России появится единый реестр строительных компаний, участников саморегулируемых организаций. Реестр упростит поиск подрядчика для возведения, реконструкции, капитального ремонта зданий. Вести реестр будут национальное объединение строителей и национальное объединение изыскателей и проектировщиков. Саморегулируемые организации выдают лицензии, подтверждающие квалификации строителей. Они также отвечают за выплату компенсаций заказчикам, пострадавшим от недобросовестных подрядчиков. В Москве прошел заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по физике 2022. В нем состязались 37 студентов из 12 вузов страны. По итогам командного зачета Сарфутыни Яумифи стал призером второй степени, уступив только команде Нияумифи. Когда Владислав Кочетков поступил в Саровский физико-технический институт, у него сразу была цель – попробовать себя во Всероссийской олимпиаде по физике. После поступления студент начал готовиться к отборочному туру, прорешивал варианты заданий. Зимой из-за сложившейся ситуации с ковидом я думал, что олимпиады уже не будет. Но вот нам сказали, что можно поучаствовать, и я решил попробовать свои силы. Изначально не думал, что получится добиться таких серьезных результатов, потому что все-таки мы первокурсники, а соревноваться нам придется со старшими курсами. Но вот получилось показать себя в принципе результатом. В процессе подготовки к олимпиаде ребята решали задачи с высоким уровнем сложности, занимались и с преподавателем, и индивидуально. В результате в финал олимпиады вышли пять студентов с РФТИ. Четыре из них – это первокурсники. Мы интересуемся, конечно, различными студенческими олимпиадами. И на следующий год мы 100% планируем попробовать свои силы вновь в этой олимпиаде, Всероссийской студенческой олимпиаде, студентов, и пытаться улучшить результат. Два года студенты Саровского физико-технического института не участвовали во Всероссийской олимпиаде по физике из-за пандемии. В этом году ребята и преподаватели возобновили активную олимпиадную подготовку. И на очном этапе в Москве на базе НИЯУМИФИ сразу же показали высокий результат. Команда из РФТИ заняла почетное второе место. В данной команде подводится в личном первенстве. В личном первенстве присуждается одно первое, одно второе, одно третье место. А также в командном зачете. В командном зачете идут три лучших результата из команды. По результатам выстраивается рейтинг. Игорь Орлов, Владислав Кочетков и Данил Кочетков показали лучшие результаты в Олимпиаде и вывели команду с РФТИ в призеры. Третий курсник Игорь Орлов также стал четвертым в личном первенстве. Он набрал 35 баллов. Считаю, что можно было лучше подготовиться, но на третьем курсе достаточно серьезная учебная программа, поэтому времени было немного. Надо было уделять время в том числе основной учебе, не только Олимпиаде. Но я считаю, как проверка знаний, которые у меня еще есть с первого-второго курса, Олимпиада была хорошим явлением. Победители и призеров в личном и командном зачетах Всероссийской студенческой Олимпиады по физике наградили дипломами, планшетами и книгами. 25 мая начался ремонт дороги от Цыгановки до КПП-3. Ориентировочно работы займут две недели. На подъезде к КПП-3 будет организовано реверсивное движение. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России появится государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов. В ней будет информация об источниках образования отходов, о местах и объемах их накопления, об объектах обработки, утилизации и обезвреживания. Она будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, в том числе с информационной системой ЖКХ, электронными моделями территориальных схем обращения с отходами. Часть размещаемой информации будет доступна всем желающим на официальном сайте системы. Этот май может стать самым холодным за 80 лет в Нижегородской области. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов Верхнего Ужского УГМС Ольга Макеева. По ее словам, последний холодный май в Нижегородской области был в 2017 году, когда в регионе шел мокрый снег и были метели. Май 2020 года, скорее всего, побьет этот рекорд. Тем не менее, по прогнозам метеорологов, такая весна не скажется на грядущем лете. Уже 26 мая столбки термометров поднимутся от плюс 10 до плюс 15 градусов. 25 мая в мире отмечают День пропавших детей. Ежегодно в России объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч несовершеннолетних, более 2000 из них – малолетние. На сегодня числятся пропавшими без вести свыше 1000 детей. В их числе и соровчанка Лиза Тишкина. Она не вернулась домой 7 марта 2009 года. Ее судьба так остается неизвестной. Чаще пропадают дети подросткового возраста, которые самостоятельно уходят из дома. Причинами могут быть конфликты дома, в школе, с друзьями. Если ребенок не выходит на связь, надо сразу начать поиски, рекомендуют специалисты. Необходимо заявить о пропаже в полицию или позвонить по номеру 112. В полиции заявление принимают сразу. Правила о том, что надо подождать трое суток, не существует. Далее стоит позвонить на горячую линию организации «Лиза Алерт» 8 800 754 52 и связаться с волонтерскими отрядами Сарова. В Саровском физико-техническом техникуме имени Музрукова прошла третья студенческая конференция «Наши деды ковали победу». Студенты рассказывали о своих далеких родственниках, которые пережили Великую Отечественную войну. Подробности далее. Во время Великой Отечественной войны Степан Степанович Дуплей пережил нацистскую оккупацию и его угнали на территорию Германии в качестве раба. Из плена он два раза пытался бежать, но удалось это сделать только на третий раз. После этого Степан Степанович примкнул к советским разведчикам и продолжил войну на фронте. В этом году третьей студенческой конференции «Наши деды ковали победу» решили присудить имя ветерана. На ней студенты делают доклады про своих родственников и рассказывают нам о них. Это по счету третья конференция. Первая прошла в 2019 году, потом в пандемию она проходила дистанционно. И в этот раз мы собрались в очном режиме. Конференция в Саровском политехническом техникуме проходила совместно с организацией «Дети войны». В начале встречи о Степане Степановиче Дуплее рассказал преподаватель Михаил Савин. А потом студенты первого курса представляли доклады о подвигах своих родственников, которые пережили военные годы. Сегодня, конечно, очень приятно видеть столько ребят в такое тяжелое время, которое вот сейчас оно у нас в этом году. И что ребята помнят про своих дедушек, про бабушек, про дедушек. И сегодня все нам расскажут о том, как воевали они. Студент Максим Семочкин рассказывал на конференции о своем прадеде Иване Ивановиче Семикове. О том, что в его роду есть ветеран, Максим узнал от папы. Я нашел про него информацию в интернете, даже ту, которую не знал мои родственники – бабушка, дедушка и папа. Чтобы эта память сохранялась на долгие года, потому что это все забывается. Студенческие доклады всех трех конференций будут изданы в специальном сборнике. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В мае коллектив детской школы искусств «Капель» выступил на Всероссийском вокально-хоровом конкурсе имени Станислава Грибкова. Мероприятие в очном формате проходило в Санкт-Петербурге. Конкурс совсем новый и в этом году состоялся в первый раз. Об успехах саровчан на нем расскажем далее. Первый раз в городе Наневе в этом году проходил Всероссийский вокально-хоровой конкурс в честь выдающегося деятеля Санкт-Петербурга Станислава Грибкова. На творческом соревновании Саров представлял хор детской школы искусств «Капель». Дебютный конкурс стал для саровчан удачным. Жюри присудило юным исполнителям первое место. Конечно, мы оценивали на отличные наши результаты. Дети огромные молодцы. Собрались, выдали максимум. Более 70 коллективов вообще во всех номинациях в конкурсе были представлены. В нашей номинации профессиональные исполнители в детской и средней возрастной категории было более 10 коллективов. Как рассказали хористы, конкурс проходил в дружеской атмосфере. После двух лет в онлайне было радостно наконец-то пообщаться вживую, посмотреть на другие коллективы. Но волнение все равно присутствовало. Когда формат мы прислали видео, мы могли хоть много раз переснять. А когда мы с первого раза, это было очень страшно, все боялись, переживали. Был обычный день, и я сидела в школе. Нам прислали диплом, и мне кажется, вся школа на ушах стояла от того, как восхищались. В этом году хору Капель исполняется 5 лет. Коллектив неоднократно становился лауреатом различных всероссийских конкурсов. Поездки и выступления сплотили ребят. Как признаются участники Капели, для них детская школа искусств стала вторым домом. 26 мая юные музыканты покажут, чему научились за эти годы на отчетном концерте в ДШИ. Начало в 18.00. Для лиц старше 6 лет. Воспитанники отделения прыжков на батуте спортивной школы ИКАР вернулись в чемпионаты первенства Нижегородской области. Юные спортсмены привезли целую россыпь наград, дипломы и медали за первые, вторые и третьи места. Подробности далее. Воспитанники ИКАРа в течение года принимают участие в нескольких соревнованиях. Одно из знаковых и традиционных первенства области. Из года в год юные батутисты возвращаются оттуда не с пустыми руками. 16 у нас призовых мест. Вот привезли 6 золота, 6 серебра и 4 бронзы. Вот это было у нас в личном первенстве. Это не первое мое первенство области. У меня уже было золото. Перед стартом я вздохнула и сосредоточилась. И была очень рада, когда заняла место. Помимо первенства в этот же день проходил и чемпионат области. В общей сложности на соревнованиях выступили около 100 человек. Представители шести спортивных школ региона. Младшие воспитанники порадовали тренера победами на первенстве. А самые старшие отличились на чемпионате. Это Давыдова Тамара. Она выиграла. Чемпионкой области стала. По мастерам. И Славин. Ну, Славин четвертое место занял. Там немножко неудачно. Таисия Рычкова с раннего детства занимается прыжками на батуте. На первенстве области она заняла первое место в возрастной категории 12-14 лет. Участников этого возраста было много. Шанс завоевать золото Таисия оценивала как 1 к 100. И тем ценнее для нее оказалась победа. Прыгала спортсменка по разряду кандидата в мастера спорта. Ну, чтобы присвоить себе разряд, нужно как минимум доказать, как бы выступить. Мне говорили два раза выступить хорошо. И ты присваиваешь себе разряд. Первый раз вот сейчас, когда я выступала, я заняла первое место, показала хороший результат. И в следующий раз, когда мы поедем на следующее соревнование, я присвою себе, ну, займу какое-нибудь призовое место и присвою себе кандидата. Поэтому мне нужно готовиться. Даниил Кермаков также отличился на первенстве. За его плечами уже 8 лет упорных тренировок, многочисленные соревнования и награды. В этот раз прыгать пришлось на двойном мини-трампе. Там суть по сложности, по ногам, если они кривые, то снижают оценку. Ну и по шагам. Кроме того, до этих соревнований в Тольятти проходил чемпионат и первенство Приволжского федерального округа. Приезжали спортсмены из 9 регионов. По итогам этих соревнований из команды ИКАР отобрали нескольких человек для участия в чемпионате России в сентябре. Тёмный и светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов мёда свежего урожая вы найдёте в торговом центре «Галактика». С 26 по 29 мая там будет проходить медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мёд. Качество мёда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мёд можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Ещё в советский ГОСТ температура хранения мёда 18 градусов и в тёмном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мёд акации гипоаллергенин, его можно как взрослым, так и детям. Мёд с дягеля и прополисный мёд улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мёд благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мёд. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мёд. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мёд диких пчёл содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с мёдом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитёры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 26 по 29 мая с 10 до 18.00. Нет возможности прийти, доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдёте все информационные выпуски, авторские программы. В студии работа Екатерина Опёнова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова